Кот, ну куда ты пошел? Ты сейчас мне здесь все свернешь. Всем привет! Сегодня хочу вам показать вот такой органайзер от компании Беларой. Это австралийская компания, которая занимается пошелом сумок, рюкзаков, кошельков. Нессессор называется техкит, то есть это органайзер, в который вы можете положить все вещи, необходимые для работы за компьютером, например, и у вас все это будет лежать в одном месте. Я им пользовался уже несколько месяцев, он мне заменил несколько подсумков, в него умещается все то, что мне необходимо для работы за ноутбуком, за компьютером. Все, что мне нужно каждый день, а перекладывать из одного рюкзака или сумки в другую, мне надоело, потому что приходится искать по разным карманам. Мне проще достать один органайзер, взять другую сумку и не заморачиваться, что я в каком-то кармане что-то забыл. Есть что о нем рассказать, поэтому присаживайтесь поудобнее. Погнали! Данный Нессессор приехал из магазина Back-n-Wallet, ссылочки обязательно будут в описании, также там будет скидка с промокодом для зрителей канала. Сделано из 100% переработанных материалов, компания Беларо этим очень сильно гордится, у них везде это указано, то что производство данной сумки заменяет собой выкинутые там 36 бутылок. Они бывают разных цветов, цветовая палитра довольно-таки обширная, можете зайти на сайт и посмотреть. В моем случае это темно-синий. Размер органайзера 23 см в длину, 13 в ширину и толщина у него 7,2 см. Здесь мы видим такого прикольного Совентия, логотип компании. Ну а теперь давайте посмотрим, что внутри органайзера, как устроено отделение. У меня здесь умещается все, что мне нужно для работы за компьютером, включая зарядки, паэрбанк, флешки, жесткие диски, но об этом по порядку. То есть давайте начнем с этой стороны. Здесь опять же логотип компании нарисован. Здесь можно поместить ручку, либо стелус, резиночка. Эти кармашки сделаны из эластичной ткани, то есть они тянутся. Здесь лежат провода для зарядки ноутбука и телефона. Два провода. Провод длинный, несколько метров. Наушники. В этом кармашке уместилась мышь, а также адаптер питания на 65 ватт. Это Baseus. Сюда без проблем входит стандартный Apple зарядник, но я использую Baseus. У него три порта. На 65 ватт очень удобная зарядка. Я одновременно могу заряжать ноутбук, телефон и наушники. То есть он без проблем это все тянет. Зарядку тоже могу рекомендовать. Так, на этой стороне все. Получается здесь два таких эластичных кармана. Здесь отсек для ручки. С другой стороны, посередине прошита резинка. Здесь у меня уже жесткий диск. SSD-шка. Флешка. Еще одна флешка. Также присутствует картридер. Для всевозможных карт. Здесь кабель для подключения жесткого диска с переходником с USB-C на USB-A. Здесь лежит вот такой USB-хаб. Но я думаю, те, у кого Mac понимает, что нужно, портов мало, приходится использовать вот такие хабы. Здесь три порта на USB, HDMI, Ethernet и порт зарядки. Штука очень полезная, часто нужна. Использую довольно-таки часто. И здесь лежит здоровая банка на 30 000 мАч, 65 Вт. Тоже базеус. Да, она тяжелая, весит полкилограмма, но при этом она может два или даже четыре дня обеспечить вам работу за ноутбуком и зарядкой телефона. Так, здесь кармашек на магнитеке. Сюда, кстати, тоже можно вставить какую-то ручку. Здесь вот магнитик. То есть, когда у вас здесь ничего нет, карман аккуратно складывается. Видите, он во внутрь сложился и места почти не занимает. То есть, если вам нужен кармашек, вы его отодвинули. Видите, он форму принимает. Сюда можно какие-то объемные вещи кладить. Если не нужен, вы его обратно закрыли. И он на магнитике. Также внутри кармашек есть еще кармашки маленькие. Здесь, например, у меня лежит переходник с USB-A на USB-C. Можно какие-то маленькие карты памяти сюда класть. Не знаю, SIM-карты, SD-карты маленькие. Здесь у меня лежит несколько футляров с как раз SD-карточками для камеры. То есть, здесь вот такой вот кармашек для каких-то плоских маленьких вещей. И здесь вот кармашек совсем маленький для какой-то мелочевки в виде microSD-карт. Внутри, кстати, надпись то, что это дизайн в Австралии, сделано в Индии. То, что это из переработанного пластика. Ну, я говорю, что фирма этим гордится и везде это пытается указать. Вот такой вот органайзер. То есть, с виду он не очень большой. При этом, у него уместилось довольно-таки много вещей, которые нужны каждый день. Ну, в общем-то, только банку я могу выложить. Все остальное мне нужно каждый день. Перекладывать из сумки в сумку часто лень. Либо можно что-то забыть, поэтому предпочитаю все это носить в одном органайзере. Это позволяет ничего не забыть и ничего не оставить дома. Банка добавляется сюда, когда я уезжаю на несколько дней. Чтобы не париться о том, есть ли там розетка или нет. Повторю, здесь карман складывается. Если банки нет, сложил карман. Органайзер становится легче. И можно положить что-то еще. Друзья, на этом все. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там мы обсуждаем интересные темы. Люди делятся опытом. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok